На сегодня в Ахтубе более 540 дольщиков передали недобросовестным застройщикам свыше 3,5 миллиардов тенге. Чтобы завершить строительство проблемных объектов, при городском Акимате создана ТО Ахтубе Хурлос Компания. Каким образом она будет работать, расскажет наш корреспондент. При создании предприятия был изучен опыт ТО Елюрда Хурлос Компания СЭ, которая успешно функционирует в Астане и Алматы с 2018 года. На сегодня продолжается комплектация штата предприятия и поиски офиса. По словам градоначальника, для завершения работы долгостроев необходимо пройти несколько этапов. Изначальный механизм такой, что в первую очередь для окончания общестроительства, в первую очередь нам нужно вынесение решений суда. Это в первую очередь и в административном порядке, и в гражданском порядке, и в уголовном порядке. После определения суда, то есть уже идет техобследование, дефектный акт составляется, после этого уже нами, получается, Ахтубе Хурлос Компания уже делает проектно-смертную документацию, в последующем они уже по проектно-смертной документации будут достраивать этот дом. А вот финансирование будет за счет бюджета и привлечения инвесторов. Добавок нужно подходить к каждому проекту индивидуально, заметил Азамат Пикет. К примеру, если сказать по проекту, если там пятиэтажный дом, ну у нас, вы знаете, да, у нас есть случаи, которые сейчас условно там построен первый этаж, но уже пять этажей все распроданы. В таком случае будут рассматриваться варианты того, что если в ходе обследования, в ходе проектно-смертной документации там будет возможность достроить еще условно там четыре этажа, девятиэтажный дом, то пять этажей, соответственно, будет переходить к дольщикам, а четыре этажа уже будут выставляться на продажу. К примеру, да, такие механизмы есть. Помимо этого есть, вот как мы сейчас проводим работу с инвесторами, мы дополнительно отводим участки за счет этих участков, то есть инвесторы строят уже свой дом и, соответственно, уже его выставляют на продажу и за счет этого они зарабатывают. Компания уже создана при городском Акимате по поручению Акима области. На сегодняшний день компания будет заниматься для начала, это мейн-торингом вести, анализ будет вести, но с дольщиками вопрос будет продолжаться после решения суда. Сейчас, на сегодняшний день, по всем компаниям ведутся уголовные дела, по некоторым уже сданы в суд, по остальным сейчас будет завершаться, я думаю, следственные мероприятия ведутся. На сегодня более 540 дольщиков передали недобросовестным застройщикам свыше 3,5 миллиардов тенге, однако это лишь предварительный ущерб, поэтому какая точная сумма будет выделена для решения этой проблемы, пока неизвестно. Мы будем каждому дому, каждому объекту будем подходить индивидуально, поэтому сейчас, в настоящее время, еще эти 3,5 миллиарда, о которых вы говорите, 3,5 миллиарда тенге, они еще не выделены. По мере завершения следственных и судебных действий, после этого только мы будем выделять. Пока у нас оценки нету, как мы вот сказали, будет проводиться дефектный акт, будет техобследование проводиться, помимо этого еще будет проектно-смертная документация составляться. Вот только после этого мы можем говорить о сумме. Ранее в Акимате обещали, что вопрос будет решен до конца 2023 года, однако специальную комиссию создали только сейчас. Азамат Пикетт ответил, к сожалению, не на все объекты находятся инвесторы. К большому сожалению, была, конечно, проведена большая работа, и по результатам этой работы сейчас уже 6 объектов, они привлечены, то есть туда привлечены инвесторы. Но, к сожалению, не на все объекты находятся инвесторы, вот поэтому было такое принято решение по поручению Азхат-Бедельщики, Акимобласти было создано это предприятие. Отметим на сегодня в отношении руководителей всех 11 застройщиков возбуждены уголовные дела. По пяти дела уже направлены в суд, по остальным ведется следствие. Жасан Жалбаков, Азамат Сауханов, телеканал Ак-Тубе. Азамат Сауханов, телеканал Ак-Тубе.